Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Персона». В студии журналист Александр Белов и Юлия Стройкова. В гостях у нас секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Владимирович Малов. Здравствуйте, Николай Владимирович! Добрый день, дорогие друзья! У вас ведь есть еще одна должность, кроме той общественности, которую назвала Юлия. Вы председатель парламентского комитета по государственному строительству, регламенту и в том числе по депутатской этике. Вот много работы с последней частью, вот именно с депутатской этикой? То, что касается этики, работа, конечно, есть, так как, если брать депутатский корпус наших депутатов, они тоже люди, им свойственны эмоции. Ну и порой на эмоциях бывают разные вещи. Соответственно, конечно же, эти вещи рассматриваются профильным комитетом. Работа в этом направлении ведется. Александр Борисович, наверное, не случайно задал этот вопрос, потому что вот буквально у многих на слуху совсем недавно было громкое, нашумевшее дело ДТП с участием одного из депутатов Государственного совета. И многие блогеры ждали, ну потому что они развернули эту акцию, да, накажут или не накажут этого депутата? Сегодня административное наказание наш коллега понес, и на ближайшем заседании президиума регионального полицовета данный факт будет рассмотрен. Он включен отдельным вопросом в повестку, так что и здесь мы дадим свою оценку партийную. Как вы думаете, для других депутатов это станет уроком? Для любого здравомыслящего человека, не только депутата, это должно быть уроком. Ну, не секрет, что в связи с последними политическими событиями, одному из депутатов Государственного совета, причем, как понятно, от партии «Единая Россия», придется сложить свои полномочия, чтобы освободить округ для Константина Косачева, который должен представлять парламент нашей республики в Совете Федерации. Во всяком случае, так предполагается, об этом многое пишут. Вот ваша партия, ваша фракция уже определилась, кого отправить то ли на заклание, то ли на геройский подвиг, не знаю, как это назвать. Пошлете лучшего из лучших или эта мера будет предпринята в качестве какого-то наказания? Если принимать за основу вашу версию, то могу сказать одно, если звучит фамилия Константина Иосифовича Косачева, то она сегодня настолько плотно связана с Чувашией, и этот человек достоин представлять нашу республику, это мое личное мнение, и в Совете Федерации. И если для этого нужно будет сделать то, о чем вы говорите, конечно, мы это сделаем в интересах нашей республики, в интересах партии, и найдем достойное решение. Николай Владимирович, недавно прошел праймерис, который провела партия «Единая Россия». Вы знаете, для меня было удивительным то, что на праймерис, например, пошли мои друзья, которые очень далеки от политики, и вообще как-то стараются держаться где-то от этого в стороне. Когда я их спросила, почему вы пошли, они сказали, да что, мы хотим знать, кто будет нашим депутатом, кто будет нам помогать, и кто будет на нашем округе самый главный. Вот с вашей точки зрения праймерис, оправдал надежды? Вы ожидали, что будет такая явка, что люди придут, несмотря на хорошую погоду, на выходной день? У нас есть четкое понимание того, что это рабочий момент. Те задачи и цели, которые были поставлены в рамках предварительного внутрипартийного голосования, они достигнуты. Результат, о котором вы говорите, 14,2%, конечно, он хорош. Мы рассчитывали не менее 10%. Тот же результат, конечно же, накладывает на нас и дополнительную ответственность. Сегодня тот, кто пришел, он подчеркивает и дает нам понять, что свои надежды связывают непосредственно с нашими кандидатами. Кандидатами от партии «Единая Россия». И нам каждый голос интересен, это встречи. И самое интересное то, что предварительное голосование открывает врата любому желающему попробовать себя в партийной деятельности. Даже, кстати, не прав, не в партийной, наверное, а вот как депутат. Как депутат свои силы попробовать. Нет никаких ограничений, эти вопросы не решаются кулуарно, где-то в кабинетах. «Приходи, оставляй заявление и борись за каждый голос». Я не совсем понял, зачем праймерис этот проводился. Вот я пришел на участок, мне дали три бюллетени, в общей сложности 20 фамилий. Я из них знаю, ну, две-три. Ну, поставил я галочку в первые попавшиеся графы. Ну и что это дало? Вот если бы вы проводили праймерис по кандидатуре в главы республики, такой общенародным голосованием, это было бы куда интереснее. Однако вы до сих пор его не проводите. Вам что, Москва не разрешает этого делать? Как-то вот сами себе противоречите. Приходите на избирательный участок, 20 фамилий, неизвестные вам. Так вот, в этом и сама изюминка. Нам нужны новые лица. Нам нужны новые люди. И сегодня, посмотрите, я не буду называть фамилии, совсем молодые ребята пришли, и которые показали, в моем понимании, фантастические результаты, с которыми просто обязаны считаться. Плюс ко всему хочу сказать, что тот, кто занял вторую позицию, он так же будет на виду. Это наш резерв, мы будем работать, мы будем иметь в виду этих людей. Ну а то, что по высшему должностному лицу, ведь ситуация немножко другая. Региональному отделению на выбор дается, согласно уставу и положению, четыре модели. Город, столица Чебоксара нам очень интересен. И, конечно, здесь мы принимаем первую модель. Она наиболее открыта, прозрачна, демократична. По муниципальным районам, городским, сельским поселениям. Мы пошли по третьей модели, где выборщиками были сторонники партии «Единая Россия» и, соответственно, члены. То, что касается высшего должностного лица, очень много сегодня говорят о предварительном голосовании. Никаких нарушений нету. Плюс ко всему, все идет согласно положению и устава. Поверьте, мы и здесь определимся с нашим кандидатом. Вы о нем в скором времени узнаете. Не будет повода для переживаний. Александр Борисович, мне, конечно, странно, что такие фамилии, как Игумнов, Олимпиада Иванова, Леонид Черкесов для вас неизвестны. Но что делать? Николай Владимирович, предложение главы Чуваши Михаила Игнатьева, советнику президента России Николаю Федорову, о том, чтобы представлять исполнительную власть республики в Совете Федерации, наверное, для многих скептиков стало неожиданным. Уж очень удобно было, наверное, писать о несуществующих конфликтах, о всевозможных трениях. Вот с вашей точки зрения новая ступень сотрудничества будет полезной для нашей республики? Я не считаю, что это предложение неожиданно. Я думаю, что очень многие давно этого ждали. И сегодня, как воздух, нам этот союз нужен. И уверен, что очень многое даст для республики. Нашей оппозиционной прессе, наверное, писать уже будет не о чем. То есть никаких скандалов, выдуманных, уже на страницах прессы не появится. Юлия, не надо беспокоиться за оппозиционную прессу. Поверьте, да, я согласен с Александром Борисовичем. Они найдут, что написать. И понимаете, настолько это легко делать, даже буквально в рамках нашей сегодняшней передачи. Сегодня, как никогда, слово имеет разрушительную и созидательную силу. Поэтому это все нужно учитывать. Нет, нет никакого желания... Если, секундочку, если есть желание, понимаете, что-то подвергнуть критике и разрушить, сегодня очень легко. Как никогда. Мы сегодня никого и ничего не критикуем. Мы только выясняем моменты, которые интересуют большинство избирателей. И мне хотелось бы процитировать вас по памяти. Однажды вы сказали, что партия «Единая Россия», региональная организация, заинтересована в том, чтобы выборы главы республики были конкурентными. Тогда можно будет избрать наиболее сильного кандидата. Было такое? Правильно я вас сказал? Конечно, было. Правильно. Сейчас становится известно, что в выборах принимают участие несколько совершенно неизвестных персон, которые появились здесь ниоткуда. Вам нужны такие... Происходит объединение, предположительно происходит объединение действующего главы республики и советника президента. Вы считаете, что в этих условиях выборы будут конкурентными? Первое. Я хотел бы уточнить, что этого я не говорил, что кто-то снимает свою кандидатуру. Вы говорили в интересах партии. С предвыборной гонки на высшее должностное лицо нашей республики. А по поводу того, насколько они конкурентны будут, ну, жизнь такова. Пожалуйста, сегодня закон позволяет, сегодня есть достойные представители партии. Все покажет день регистрации кандидатов. И самое главное, нам нужна конкуренция. И нам, самое главное, нужна легитимность. А кто примет участие? Мы только будем рады достойным кандидатам. У нас много активной молодежи. Вот какие программы партийные у нас работают на нашу молодежь? Посмотрите, что происходит. Программа, стратегия партии «Единая Россия», она всецело ведь направлена на молодежь. Так как есть четкое понимание того, что будущее за молодежью. Назовите хоть одну партию, где происходит смена кадровая. Настолько быстро. Назовите хоть одну партию, где открыты ворота для молодежи. У нас уставом предусмотрено до 10% ротации ежегодно. То есть это же тоже вклад в будущее. И все партийные проекты, и детские сады, фоки, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и ледовый дворец. Все это инвестиции в нашу молодежь, которые уверен с достатком вернутся и в республику, и нашим ветеранам-пенсионерам. Интересная программа есть у «Единой России» в отношении многодетных семей наших ветеранов. Буквально в двух словах. Я, знаете, что хочу сказать? Можно сегодня, часами можно говорить об этом. Часами можно говорить о наших проектах, о той поддержке и многодетных семей, и детей, и ветеранов, и пенсионеров. Наверное, будет правильно очень сказать, что эта студия, вот сегодняшняя студия и площадка, это не в плане какой-то агитации, демонстрация и мой приход, демонстрация того, что мы очень много делаем, хотя делаем немало. Очень важно, чтобы из моих уст прозвучало то, что у нас есть понимание того, что предстоит нам очень много сделать, с учетом экономической сегодняшней ситуации, геополитических вызовов. Вот это главное, главное понимание, которое есть у нас. И уверен, что немало мы еще сделаем в поддержку и молодежи, и ветеранов. Ну, я предлагаю все-таки поменьше говорить о геополитических вызовах. Можно, конечно, много говорить о поддержке отдельной категории граждан. Но мне всегда очень интересно, когда поддержка оказывается какому-то конкретному человеку. Вот в свое время вы и несколько ваших видных однопартийцев подписали письмо в поддержку, в защиту, с просьбой как-то смягчить участь известного бывшего главы Марпасадского района Юрия Федоровича Моисеева, который получил очень известный срок. Это был ответственный, наверное, благородный шаг. Вы сейчас о нем не жалеете? Сожалений нет. На тот момент, я считаю, мы поступили очень правильно. За этим стояло желание смягчить участь нашего коллеги. Это, кстати, законом не возбраняется. Перевод на домашний арест. Но в интересах следствия было отказано. С этим мы тоже считаемся. И окончательный вердикт – это, конечно же, решение суда. На предстоящих выборах, как вы считаете, кто станет самым главным конкурентом партии «Единая Россия»? Вообще можно ли говорить о конкуренции? Конечно, конечно. Можно и нужно говорить о конкуренции. Но считаю, что основной и главный наш конкурент – это мы сами. Нам нужно, может быть, как-то философски сейчас высказываюсь, нам нужно осознать и понять, что реально мы делаем. Порой на ровном месте создаем себе барьеры. Это очень важно. Очень важно. Где-то переигрываем. Быть созвучными желаниями, чаяними избирателей. Ну, а оппонентов достаточно. Сегодня законом не запрещается. Любая желающая партия может принять участие. И мы будем только рады этому. На самом деле, конкуренция и нужна. Это двигатель прогресса. Это нас держит в форме. И чем в тонусе, в форме, чем больше будет ярких личностей на небосклоне наших оппонентов, тем нам интереснее, тем мы будем сильнее. Это очень важно. Вот сложилась в нашей республике традиция, что если выборы складываются неудачно для «Единой России», относительно неудачно, то за это страдают главы администрации. Вот на предстоящих выборах в органы местного соуправления ставится какая-то процентная норма перед партийными организациями, перед главами администрации районов? И если эта планка не будет достигнута, грозит ли им какая-то санкция? Слово «санкции» настолько в нашу жизнь вторглось. По-моему, везде звучит «санкции, санкции». Сегодня нас пугают санкциями в Европа, Америка. Александр Борисович. Александр Борисович угрожающе озвучивает. Первое, что хочу сказать. Конечно же, политическую борьбу никто не отменял. Поэтому мы строим планы, ставим себе задачи и по процентам, и по явке. А иначе как? И самое главное – результат. Тот результат, который будет получен на выборах 13 сентября – это подведение итогов нашей работы. Если мы получаем поддержку в виде высоких процентов, это говорит о том, что мы на правильном пути. Это говорит о том, что наш кандидат сегодня в выборной должности заслуживает внимания и поддержки избирателей, жителей того или иного муниципального образования. Конечно, мы будем делать выводы. И если проценты низкие, и мы не увидим поддержки нашего избирателя, жителей того или иного района, городского округа, как вы считаете, вы бы сделали определенные выводы? Я бы? Да. Я бы сделал, но, может быть, немножко в ином плане. Вот поверьте, мы тоже сделаем. В каком плане, пока я не знаю. Но выводы, конечно же, будут. И будет дана оценка о работе каждого. Когда говорят про проценты, у меня сразу такая мысль возникает. Еще можно задать вопрос. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы, сколько у нас будет фальсификаций, замена бюллетеней, подкупа? Ну, по-моему, Единая Россия этим не грешит, а грешат другие партии, как показывают. Нет, конечно, планируем. Я об этом уже сегодня в этой студии сказал. Мне было бы приятно, если бы цифра была равна нулю. То есть это очень важно. Доверие к выборам. Ну, не нужно, понимаете, вот гнаться за этими большими процентами. Нужна убедительная победа. Это цифры 60, 55, 65. Это больше доверия, понимаете, несет. Мы же все понимаем, что иногда за большими процентами кроется. Поэтому очень важно вот здесь консолидация теми же выборами. Людей нужно консолидировать за счет легитимности доверия к выборам. Так, Александр Борисович? Как-то вы в сомнении что-то... Вы знаете, у меня какое сомнение, если мы, так сказать, вернемся к процентам, к явке. Вы в начале нашей программы сказали, что у нас прекрасный результат. 15% на праймерис, да? Ну, 14,2. 14,2. Чуть больше 14. А вас не удивило, что на том участке, где голосовал Михаил Васильевич Игнатьев, явка, наверное, была процентов 60-70, а на остальных 6-7%. Вам это ни о чем не говорит? Ну, о многом можно сказать, рассуждая в студии сейчас, почему такие проценты. Интерес к данному избирательному участку, плюс кандидаты, которые выставлены по этому участку, заинтересованы. И посмотрите, что получается. Это право в рамках закона. Каждого кандидата, который зарегистрировался, просто привезти, не знаю как, за ручку избирателя данного округа. Для этого делается. Демонстрация поддержки. И поэтому здесь был волен каждый поступать так, как он считает нужным. Но в рамках, конечно, соответственно, закона, не нарушая его. И то, что произошло, это же неплохо. Николай Владимирович, вас совершенно не напугало, что фантастические результаты показали кандидаты, которые, будем откровенно, на протяжении уже достаточно долгого периода стимулируют своих избирателей. И вы считаете это нормальным? Это в рамках закона? Понимаете, я бы не стал сейчас осуждать, делать какие-то заключения и выводы по поводу стимуляции нашего избирателя. Поверьте, он не глуп. И сегодня каждый остается один на один со своей совестью. Любой стимул приемлем. Можно принять и взять многое, но зайдя в кабинку, оставаясь один на один со своей совестью и честью. Тут категорически подержим. Понимаете? Ну так вот. Каждый поставит галочку там, где считает нужным. Обсыпь золотом. Понимаете? Вот наобещайте, что хотите. Деньги возьмут, проголосуют, сделают так, как считают нужным. И не все так просто. Многие наши оппоненты, оппозиции говорят, что подкуп не проходит. Те варианты 90-х годов, когда за килограмм сахара там еще решались вопросы. Да, улыбнутся, возьмут, скажут спасибо. Сделают ровно так, как считают нужным. Не могу не задать гендерный вопрос. Почему у нас в госсовете, в городских собраниях так мало женщин? Ну, ведь женщина, например, если взять депутата городского собрания Ирина Климентева, она одна стоит трех мужчин. Я бы с удовольствием вам этот вопрос задал. Вот почему у вас мало? Приходите, участвуйте в предварительном голосовании. И мы с удовольствием от партии выставим кандидатами на выборах любого уровня. 16-й год – это Государственный совет, Госдума. Так что добро пожаловать. То есть это практически приглашение женщинам принимать участие в выборах. Да, да, да. Мужчины от «Единой России» их поддержат? Конечно. Понятно. Мужчины поддержат не только от «Единой России». Мы за умных, красивых, интересных, инициативных женщин. Ну что, блиц? Попробуем. Итак, Николай Владимирович, если партия скажет «надо», то… Сделаем как надо. Секундочку. Сделаем как надо, с учетом совести и чести. Хорошая добавка. При решении конфликтных ситуаций что вам помогает? Спокойствие и здравый смысл. Какой метод управления вам ближе – демократия или авторитарность? Золотая середина. Она есть? Думаю, что есть. Ну, у каждого своя. Что в партийной работе для вас самое сложное? Это психология человека, это люди. Говоря о партии, конечно, мы должны понимать, что за этим стоят люди. У каждого своя судьба, у каждого свои цели, задачи. Ну, долго об этом можно говорить. И даже тот факт, который был озвучен по поводу Моисеева, это тоже партия, это тоже люди. Они у нас разные. И никто не должен оставаться вне партии, без внимания. И каждому должна даваться, соответственно, объективная оценка. И совсем не партийный вопрос. Как вы проводите свободное время? Я мог бы слукавить, но буду искренним. Вы знаете, неплохо. Вот сейчас мне очень приятно находиться в вашей студии. От работы получаю удовольствие. Люблю природу родного края. Животных люблю. У вас есть домашние питомцы? Или вы так чисто теоретически? Да, у меня есть домашние питомцы. Чем больше живу я, тем больше нравятся собаки. И посмотрел на Александр Борисович. И все это является источником. Понимаете, не то, что очень высоко будет сказано вдохновение, но это вот источник энергии, который придает силы. А он должен быть у каждого. Каждый должен его найти. Спасибо, Николай Владимирович. И на десерт. Я вообще-то хотел последний вопрос сформулировать следующим образом. Считаете ли вы политику грязным делом? Но потом подумал и решил подойти к тому же самому, но несколько с иной стороны. Готовясь к этой программе, я заглянул в различные словари и выяснил, что много ваших однофамильцев были достаточно известными священнослужителями. А в нашей жизни ведь ничего просто так, вот совпадений не бывает. И поэтому я хочу вас спросить, не появляется ли у вас иногда желание плюнуть и на парламентскую работу, и на партийную, и просто уйти в монастырь? Все же припасли, я чувствую, вот этот камешек. По поводу того, что политика – это грязное дело, здесь сложно с этим не согласиться. Приходится делать то, что не совсем. Желательно делать по жизни. То, о чем вы говорите, плюнув и уйдя в монастырь, это за этим стоит бессилие, безысходность. А я к этому не готов и не хотел бы, чтобы в моей жизни была такая ситуация. И даже уход в монастырь, он должен нести в себе понимание, желание, осознание, и, конечно же, вера должна быть. Спасибо. У нас в гостях был Николай Владимирович Малов. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин